МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Ирина Мартьянова. Добрый день и главная тема выпуска. От посредников к сотрудничеству напрямую. Президент Беларуси встретился с председателем Национальной ассамблеи Камбоджи. Дорогами памяти. Поезд с ветеранами и молодежью из Москвы прибудет сегодня в белорусскую столицу. Деньги из воздуха. На минском заводе «Шестерен» раскрыта преступная схема поставок сырья. Знойная зарядка. Тысячи любителей йоги в плюс 35 отметили в Нью-Йорке день летнего солнцестояния. Беларусь готова к расширению сотрудничества с Камбоджи по всем направлениям. Об этом сегодня на встрече с председателем Национальной ассамблеи этой страны заявил президент Александр Лукашенко. Хорошие перспективы для белорусского экспорта в регион есть в аграрной сфере. В частности, в увеличении поставок сельхозтехники, карьерных самосвалов и шинной продукции. Есть договоренность расширять взаимодействие в промышленности, энергетике и добыче минеральных ресурсов. Кроме вопросов торгово-экономического сотрудничества, поднималась тема выхода Беларуси на рынок Ассоциаций стран Юго-Восточной Азии. В нее сейчас входят 10 государств региона и Камбоджа председательствует в организации. Я думаю, что ваш визит – это начало новой веки сотрудничества с вашей прекрасной и далекой страной, но далекой для нас только географически. В международной повестке дня очень много вопросов, но ни по одному из вопросов у вашей страны и Беларуси нет расхождения. Что касается экономики, то товарооборот в 2 миллиона долларов, даже мне как-то неудобно называть, это явно товарооборот, не соответствующий нашим экономическим потенциалам вашей страны и Беларуси. Мы можем в разы больше иметь товарооборот. Но для того, чтобы увеличить этот товарооборот, прежде всего, надо наладить прямые торгово-экономические связи, чтобы мы торговали и совершали экономические действия напрямую, без посредников. Мы готовы с вами сотрудничать по всем направлениям, мы готовы к расширению нашего сотрудничества в том объеме, в котором это требует ваше государство. Благодарю вас за теплый прием. Мы приехали в Беларусь, чтобы укрепить отношения к государству. Хотя наши страны разделяют большие географические расстояния, у нас говорят, если есть дружба, то всегда близко. О развитии торговли и экономического сотрудничества между Беларусью и Камбоджей сегодня шла речь и на встрече в правительстве. В частности, белорусская сторона предложила создать зону свободной торговли между странами ЕЭП и ОСЕАН. Заработная плата бюджетников должна вырасти. Сегодня президент Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Михаила Мясниковича. Речь шла о широком круге вопросов, от работы экономики до конкретных поручений. Меня волнует и интересует проблема инфляции. Что это за инфляция у нас, из чего она складывается, какие объективные причины для этой инфляции. Можем ли мы выйти на более низкую инфляцию, чем планировали, потому что рост цен по-прежнему волнует наших людей. Но, естественно, как будем выполнять обязательства перед людьми по росту доходов населения. Уважаемый Александр Лукашенко, экономика работает устойчиво. Доходы населения растут. Зарплаты будут увеличиваться, но с учетом роста рентабельности продаж и производительности труда. Обращено внимание правительства на необходимость роста доходов населения, заработной платы. Надо стремиться к тому, чтобы средняя заработная плата по стране превышала 4 миллиона белорусских рублей. Сейчас она у нас 3200. И в этом плане президент поручил, чтобы с 1 августа и в октябре были повышены ставки первого разряда для того, чтобы повысить заработную плату бюджетников. Бюджет 2011 выполнен с профицитом, а все принятые финансовые меры привели к стабилизации экономики. Это отметили сегодня депутаты Палаты представителей Национального собрания, принимая отчет об исполнении главного финансового документа страны. Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, правительству удалось исполнить бюджет без дефицита, обеспечить должную защиту граждан от последствий валютного кризиса и сохранить приоритетные государственные программы. Если грамотно финансисты и руководители регионов ответственно подойдут к формированию и к использованию бюджетных средств, своих собственных бюджетных средств, то этих ресурсов будет достаточно для того, чтобы пройти без неких провалов для местных бюджетов. Для этого есть все возможности. Но здесь нужна просто ответственная бюджетная политика, а не упование на то, что республиканский бюджет, как это было традиционно, ежегодно, всегда подпитывал местные бюджеты ресурсами. Белорусские ученые подвели итоги работы за минувший год. Во многом для них он оказался успешным и плодотворным. Так, на получение патентов было подано более 700 заявок. Для проведения исследований приобретено современное оборудование и в целом решены вопросы по улучшению материально-технической базы научных структур. Все это говорит об активной деятельности ученых и стремительном развитии науки. Нужно работать не на сегодняшний день, а на опережение, закладывать новые отрасли в стране, в существующих отраслях осваивать новые продукции. Эффективность работы ученых в Белоруссии высокая. Если мы будем сравнивать с академиями на постсоветском пространстве, мы, по-сужалу, будем лидерами. Мы понимаем, что нужно и оптимизировать структуру, и, может быть, даже вычленять более остро задачи. Самолет ВВС Индонезии при заходе на посадку врезался в жилой дом. По предварительным данным, погибли 10 человек. Число пострадавших выясняется. На месте крушения лайнера возник сильный пожар. Огнем охвачено около 10 домов. Туда уже перебрасываются свыше десятка пожарных машин, а также бригады скорой помощи и спасателей. Место трагедии оцеплено. Известно, что на борту в момент катастрофы находились 7 человек. Все они, скорее всего, погибли. О жертвах на земле говорить пока рано. Аргентинские дальнобузщики устроили забастовку в провинции Буэнос-Айрес. Главное требование — повышение зарплаты и сокращение налогов. В противном случае они угрожают серии акций протеста. Существенные дальнобойщики блокируют работу по обеспечению страны топливом. На заправках уже выстроились длинные очереди. Возникли трудности и у фермеров, которые из-за протеста не могут на продажу отправить собранный урожай. А ведь Аргентина является одним из крупнейших мировых экспортеров зерна. В сложившейся ситуации президент страны Кристина Фернандес была вынуждена покинуть саммит Рио-плюс-20, который в эти дни проходит в Бразилии. Объявление итогов президентских выборов в Египте отложено до выходных. Центральная избирательная комиссия объясняет это высоким количеством жалоб о нарушениях во время голосования. Их рассмотрение требует дополнительного времени. Всего ведомства поступило около 400 заявлений, как от бывшего премьер-министра Египта Ахмета Шафика, так и от кандидата от братьев-мусульман Мохаммеда Мурси. Отмечу, что оба претендента ранее заявили о своей победе, но в ЦИК их призвали подождать официальных результатов. Власти Эквадора пообещали в течение суток решить судьбу основателя скандально известного сайта Викиликса Джулиана Ассанджа. Он обратился в посольство этой страны в Лондоне накануне и заявил, что не уйдет из здания, пока его вопрос не будет рассмотрен. В свою очередь, лондонская полиция уже заявила, что как только он покинет территорию посольства, то будет арестован за нарушение условий освобождения под залог. Напомню, Джулиана Ассанджа в скором времени должны были экстрадировать в Швецию, где его подозревают в ряде сексуальных преступлений. Однако оставатель скандального портала опасается, что скандинавы выдадут его США, где ему может грозить смертная казнь за шпионаж. Колумбийский парашютист установил четыре рекорда. Он стал первым человеком, пролетевшим в свободном падении 10 километров. Помимо этого, его прыжок признан самым длинным по протяженности, осуществленным с самой большой высоты и самым быстрым по времени. Парашют раскрылся у спортсмена лишь за километр до земли. Отмечу, что изначальная температура при полете составила минус 45 градусов Цельсия. Однако, по словам спортсмена, этот прыжок стал самым лучшим моментом в его жизни. Ирина Мычко, телекомпания СТВ. Пункты пропуска Медененка и Шальчененка и на границе с Литвой сегодня лучше исключить из своего маршрута. Там ожидается акция протеста литовских пограничников. Они будут работать очень медленно, ввиду того, что по литовскому закону пограничники, как работники системы внутренних дел, бастовать не имеют права. Главное требование – повышение зарплат не менее чем на треть, 40-часовая рабочая неделя и оплата сверхурочных. Торговали воздухом. На минский завод «Шестерен» несколько лет фиктивно поступали металлические заготовки от частного предприятия. Как выяснило следствие, руководитель фирмы, начальник кузнечного цеха и кладовщица столичного предприятия нажились на сумму в 900 миллионов рублей. По сути, никакой продукции на завод не поступало, а склад пополнялся бракованными излишками, которые начальник кузнечного цеха отгружал под видом нового товара. Тем временем заводу ни за что выставлялись внушительные счета, для погашения которых руководство приняло решение расплачиваться с частной фирмой своей продукцией. В настоящее время по материалам сотрудников БЭП города Минска возбуждено уголовное дело в отношении начальника кузнечного цеха и кладовщицы Минского завода «Шестерен», а также в отношении директора одного из частных предприятий, которые совершили хищение продукции завода в особо крупном размере. Если вина указанных должностных лиц будет доказана в суде, то им грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества. В Беларуси начинается памятное мероприятие, посвященное 71-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Сегодня, накануне траурной годовщины, в Минске откроется выставка под названием «Художники на войне». В одну экспозицию объединены картины авторов с общей судьбой. Графические работы, рисунки, сюжетные зарисовки, портреты выполнены в годы войны фронтовыми художниками Витебщины. И сегодня в Минск прибыл поезд памяти. Накануне он отправился из Москвы. Его пассажиры, ветераны Великой Отечественной войны и более 200 детей, представители общественных объединений российской столицы. В Минске участники акции вместе с белорусскими ветеранами возложили цветы на площади Победы и побывали в Музее Великой Отечественной войны в мемориальных комплексах Курганславы и Хатынь. А завтра в 2 часа ночи состав прибудет в Брест. Пассажиры этого поезда встретят рассвет у стен Брестской крепости. В центре Нью-Йорка сегодня собрались тысячи любителей йоги из разных стран мира. Таким образом, они встретили день летнего солнцестояния. Так называемый йога-марафон проходил на знаменитой площади Таймсквер. Около 14 тысяч начинающих и опытных практикантов под руководством известных инструкторов йоги в 35-градусную жару выполняли ряд упражнений. Присоединиться к акции можно было даже не выходя из дома. С площади в сети интернет велась онлайн-трансляция. Болельщики киевской фан-зоны в дни чемпионата Европы по футболу выпили три цистерны пива и съели почти семь тонн хот-догов. Таковы итоги пребывания примерно миллиона фанатов в центре украинской столицы за дни прошедших матчей группового этапа Евро-2012. Съеденный трофей составил 8 километров в сосисах, что равно длине 8 крещатиков, тонну мороженого и около 7 тонн хот-догов. А это примерно средний вес слона. Ну а спортсменам сейчас не до гастрономических рекордов. Чем живет Евро-2012 и о других событиях из мира спорта уже через несколько секунд. Полная информационная картина дня в 19.30 с Еленой Михайловской. Я же на этом прощаюсь. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова